здравствуйте меня зовут климентий и сегодня я вам расскажу как сделать головку поршня в программе wings 3d итак давайте переключимся без шейдеров в обычный режим обычное отображение сейчас у меня тут уже смоделирована головка поршня я буду показывать сам процесс моделирования этой детали итак создаем цилиндр выделяем грань нажимаем G нажимаем C и режем выделенные грани пополам теперь тут у нас будут отверстия с двух сторон ну мне для удобства чтобы не повторять одно и то же для каждой стороны эту сторону я удалю итак view и отображаем сторону удаляем клавиши delete получаем наш цилиндр одинаковый какой как он должен быть выделяем наше отверстие и труд нажимаем вот мы получили заготовку нашего поршня выделяем верхний полигон нажимаем клавишу L у нас выделяются грани так нажимаем D нет нет вернее не так немножко вернее не так немножко выделяем мышкой мышкой и здесь теперь нажимаем L и нажимаем Bevel и нажимаем Bevel так я что то пропустил L 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 Bevel скашивание делаем скашивание делаем скашивание здесь тоже так так выделяем таким образом G G C по Y выравниваем и Так, дальше, G, нажимаем на клавиатуре, 4, и C, выделяем грань, L, и равняем по Y, L, и равняем по Y, L, и равняем по Y, L, поднимаем немножко, нажимаем минус, скейл по оси Y, нажимаем L, L, и B, здесь будут наши кольца. Дальше, нажимаем Extrude, по нормали, нажимаем L, 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 тут, и B, Зачем я создаю вот эти фаски? Дело в том, что если бы их не было, у нас бы были очень покатые формы в поршни, это был бы не поршень, какое-то пуля, ядро, не знаю, что-то вроде. Выделяю грани, G, полигоны ставлю, выделяю полигону, и делаю Extrude Shell, Extrude по нормали. Вот, вот у нас готовые кольца, но еще не совсем готовые. Выбираем цилиндр. Так. Вот, например, я хочу тут разрезать C, V, 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 Delete, L, Чего? Сейчас попробуем. L, не работает. Ладно, L, G, L, G, L. Можно, конечно, это сделать по-другому. Смотрите. Нужно выделить. Полигоны. Нажать L. Там выделить эти полигоны. Нажать G. L. L. L, L. L, 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 и L. Там. Теперь B. Все. Наш поршень готов. Давайте проверим. На всякий случай можно. Тут. Тоже сделать. Это на всякий случай. Вот. Давайте проверим. Что же у нас получилось. Кстати. В поршнях обычно нету такого, что все кольца на одном уровне. Они крутятся туда-сюда. Вот. Вращаются. Поэтому давайте мы их повращаем. Rotate Y. Как видите, у нас немножко центр пострадал. потому что мы разрезаем данную модель. Встретился центр. Давайте будем вращать по оси Y опираясь на центр нашего цилиндра. Или поршня, вернее. Так. Нажимаем Rotate правой кнопкой по Y и выделяем полигон. Опять правой кнопкой и вращаем. То же самое повторяем с нижним ой пардон. то же самое повторяем с нижним. Rotate Y и выделяем. Так. Так можно сделать предварительный просмотр. Поршень. Видите? Поршень. Так. Теперь. Можно все эти объекты связать. Вот у нас вот такая команда назывательная R&A. Ну. нажимаем S Выполняем Sub-Divide То есть сглаживаем нашу модель. Давайте посмотрим что же у нас получилось Вот такой вот поршень получился Ну собственно на этом и закончим наш урок Всем спасибо кто меня смотрел Извините если что не так До свидания Субтитры 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 Субтитры